О том, что российскую избирательную систему необходимо реформировать, говорят и представители избиркомов. Вопросы явки избирателей, организации голосования и порядок рассмотрения жалоб вызывают споры ученых и практиков. Участники недавней международной Чечеринской конференции в Тамбове, представители избиркомов России и ближнего зарубежья, пришли к единому мнению, что российская избирательная система далека от совершенства, ее необходимо адаптировать к современным условиям. Чечеринская конференция была посвящена как раз вопросам реформирования избирательной системы. Думаю, что выводы определенные делать надо, однозначно. Но единственное, что нельзя торопиться с этими выводами и очень кардинально подходить к изменению чего бы то ни было. Один из важнейших вопросов – нужно ли законодательно регулировать предвыборную агитацию в интернете. Также возникают сомнения по поводу законности формирования избирательного фонда через соцсети. В Ивановском избиркоме считают, что нужно стремиться к максимальной открытости и не бояться новых веяний времени. Что касается того, каким образом использовать это пространство и устанавливать правовое поле для его использования, правовое поле имеется сейчас в федеральном законодательстве определенное. Но, естественно, его необходимо уточнять, поскольку очень много у нас возникает вопросов с возможностями, которые представляет интернет. Очень много возникает политтехнологий с использованием интернета, которые используют у нас партии, используют у нас и кандидаты, и про это замалчивать нельзя, про это нужно говорить, и это нужно регулировать.